И вот уже подошел третий месяц отказа от курения, то есть три месяца без сигарет И давайте пообщаемся на эту тему, что хотелось бы сказать по истечении этих трех месяцев Последний третий месяц просыпаешься с каким-нибудь таким вот чувством тревожным, что ты покурил, покурил во сне Не сдержался, вот это прям реалистично, ты прям ощущаешь вкус табака, этот налет на зубах Вот, но тем не менее это всего лишь сон, такой вот сон Что хотелось бы еще отметить И еще такой присутствует после того, как почистишь зубы буквально там через час, не принимая никакой пищи Если не пьешь воду, то как будто бы такое мыльное ощущение во рту Не знаю с чем это связано, но тем не менее вес остался на прежнем уровне Без особых поползновений, там плюс-минус два килограмма Вот в этом пределе и гуляет Ну в принципе как бы все стабильно держится Вот Погода радует Не сильно жарко Ну и не холодно Что уже само по себе замечательно Вот В плане отказа меньше стало бесить то, что люди допустим впереди тебя идут, курят Вот, хотя ну как бы дистанция там 10-15 метров Запах табака уже слышен Ну вернее не табака, а палящие сигареты Вот Так что В этом плане Обоняние не подводит Вот Есть моменты, когда например Очень прямо дико хочется Взять закурить Но опять же Останавливаешь себя Всего лишь навсего тем, что Тебе потом опять придется бросать Вот Желание покурить Оно притупляется Оно никуда не пропадает И о том, что я теперь там не курящий Сказать нельзя Точно так же, как и Говорят, временных наркоманов не бывает Тут та же самая ситуация Постоянно Ну даже не то, чтобы постоянно хочется Ты понимаешь, что ты можешь это сделать Но Ты можешь себя контролировать Можешь остановиться Вот В принципе Обосновать Зачем это нужно Конкретно тебе Вот В этой глупости Побеждает разум Много вещей Таких мелких Которых раньше не замечал Там вкусовые Вот рецепторы Пооткрывались Допустим Острая Но не такой уже и острый Оказывается Вот Некоторые Виды перца Наоборот Стали Острыми По ощущениям Раньше я мог там Маринованный Перец Есть Нормально Чеснок Чеснок стал Каким-то не таким Каким-то приторно-сладким Перец Очень Стал Жгучим Поэтому перца Уже Так как раньше Не съешь В плане работы Ну меньше Появляешься На улице Вот Раньше каждый час Выбегал Курить Сейчас уже меньше Выбегаешь На улицу Зимой Будет попроще Меньше Будешь болеть Вот Опять же Очевидные плюсы Вот Единственное Что Удручает Это то Что Хочется Постоянно Чего-то пожевать Но не в плане того Чтобы поесть А в плане того Что там Жвачка была Там какие-нибудь Там пластинки Освежающие Холодок Конфета Та же самая Вот Для внутренних Ощущений Для того Чтобы Разбавить Свету серость Но Такого Вот прям Ярого Что Я вот Хочу пойти И покурить Я не испытываю Сейчас На данный момент Я прекрасно понимаю Что можно В принципе Взять Выкурить Одну Силоси От нее От нее Ничего Не будет Будет Конечно же Будет От пол Сигареты От первой Затяжки Будет От того Что ты возьмешь Ее в руки Уже будет Будет очередная Зависимость От которой Потом В очередной раз Придется Избавляться Поэтому Лучше Сию чашу Миновать Не беря В руки Ни зажигалки Ни сигареты Вот Как будет В дальнейшем Не знаю Поживем Увидим В принципе Сейчас Лето Сейчас Особых Предпосылов Для того Чтобы Заново Начать А потом Заново Начинать Бросать Курить Нет Вот Заметил Одну Еще простую Вещь Когда Люди Нервничают Не говорят Что Вот Я Нервничаю Поэтому Я Сорвался Закурил Если Сейчас Я Нервничаю Курить Мне Не хочется Тем более Просто В Десять Там Сто Раз Сильнее Не хочется Курить Когда Нервничаешь Вот Некоторые Говорят Что Там Набирают Вес Ну Не знаю Если Контролировать Себя В еде Там В том Что ты Потребляешь Не переедать Ну Как ты Наберешь Вот Опять же Чувствуешь Чувствуешь Новые Вкусы Там Начинаешь Разречать Сыры Мясо Специи Очень Сильно Это Затягивает Многие Многие Говорят Что Типа Там В плане Того Что Посещают Фастфуд Очень Сильно Начинают Переедать На Своем Примере Хотелось Бы Сказать Следующее Поначалу Да Очень Сильно Хотелось Но Особо Я Как бы Ну И Желания Больше Вот Но Каждый День Ходить Там В Макдональдс Или Еще Куда Такого Желания Нет В Плане Кофе Не Знаю Вот Сейчас У меня Такое Ощущение Что Здесь Кофе Нет Или Его Люди Могут Так Испортить В Процессе Готовки Вроде Бы Как Берут Зерно В Том же Самом Ки Все Перемалывают Его Пропускают Через Горячую Воду В Принципе Все Кофе Готово Но По Вкусу Это Не Кофе Вообще Которые Ну Я даже Не знаю Чем сравнить Там Ячменный Напиток Галка Наверное Раз В 10-15 Вкуснее Того Кофе Которые Здесь Продается В Ки Си Там В Бургер Кинге В Макдональдсе Ну Это Просто Мое Субъективное Мнение Но Мне кажется Что Это Просто Жареный Сахар Вот Там Кофе Вообще Нет Я не знаю Чем Они Красят Эту Воду Но Кофем Это Назвать Нельзя Абсолютно Цена Ну Вы Меня Простите За 3 Гривны В Автомахе Растворимый Кофе У Нас Был Вкуснее Он В принципе И здесь Почему-то Вкуснее Тот же Самый Якобс Монарх Если Брать Мес Кафе Вот Вкуснее Чем Заварной Он Хотя Б Похож На Кофе Не знаю С чем Это Связано Что Тут Добавляют Но Это Имеет Место Быть Так Что Бросаем Курить Вместе Делаем Это Быстрее И Делаем Это Для Себя В Первую Очередь Так Что Кто Хочет Присоединиться Ставьте Палец Вверх Бросайте Курить И Делайте Свою Жизнь Прекраснее Ярче